Двусторонние встречи и обсуждение вопросов в широком составе – такова повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета. В Сочи лидеры обсуждают сотрудничество в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также членство Молдовы в качестве страны-наблюдателя. Да, сегодня наша страна обрела этот статус, и президент Дадон считает это позитивным шагом. Однако так думают не все. Есть те, кто уверен в совершенно обратном. Они говорят о том, что соглашения с ЕС нам вполне достаточно. Кто из них прав? Что выиграет Молдова от сближения с Евразес? К чему обязывает и что дает статус наблюдателя? Вот вопросы, которые напрашиваются в этой связи. Ответы в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. Я представляю моих гостей, которые добрались сегодня до Полюса и будут вместе с нами обсуждать те темы, о которых я заявила несколько ранее. Валерий Гелецкий, вице-председатель парламента. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Цуркан, представляющий партию социалистов Республики Молдова и экономист Михаил Поясик. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вот самого простого, но очень важного вопроса. Как вы относитесь к идее, к самой идее сближения Молдовы с Евразес? Владимир Иванович. Ну, понимаете, я бы вот здесь в случае с Евразесом особенно меньше всего бы делал упор на какой-то политике или геополитике. Потому что даже в самой аббревиатуре, в самом названии четко указано, что это прежде всего экономический союз. Вполне естественный, вполне натуральный, прежде всего для тех, кто создал этот союз. Потому что это все те страны, которые на протяжении десятков лет имели очень тесные экономические, гуманитарные связи, завязанные на различных формах кооперации, в том числе взаимодействия, торговли и так далее. Это первое. Второе. Я уже неоднократно говорил, что в принципе любое государство, проводя внешнюю политику, во главу угла должно ставить вопрос, а где оно может в первую очередь реализовать свой национальный интерес, а применительно к Евразесу свой экономический интерес. То, чего, к сожалению, на сегодняшний день, понятно, почему этого сегодня нет четкого видения у нынешнего руководства Молдовы, потому что нет, собственно говоря, и конкретной концептной внешней политики. К сожалению, нет этого. То есть евроинтеграция, курс на евроинтеграцию, это не концепция? Евроинтеграция, это пытается выдать за концепцию, а реально это ведь все было на уровне, вот он подошел поезд, подогнал этот поезд, вот ваш вагончик, вот это, вот садитесь в этот вагончик, и мы дальше вас повезем по программе восточного партнерства. И как бы вот конечная станция у нас, значит, евроинтеграция. Реально это движение по кругу. На самом деле это движение по кругу, которое, в общем-то, не есть развитие. То есть вас радует идея сближения с этой экономической организацией? Вы считаете, что это необходимо? Спасибо. Господин Гелецкий, вас радует наше сближение с Еврозесом? Ну, прежде чем я скажу, радует или не радует, я хотел дать реплику господину Циркан. Ну, мы знаем, что экономика без политики не может. То есть это близнецы. Самое главное, что определяет. Что у вас вновь лежит? Они близнецы, их никак не разделишь. Везде, где есть экономическая составляющая, всегда присутствует и политическая составляющая. Поэтому в этом случае решение президента нашей страны, оно носит и политический характер. Хотя, может быть, президент усматривает какие-то экономические выгоды для страны. Но мне кажется, что в первую очередь как раз выходит вот эта политическая составляющая в этом решении, чтобы стать страной-наблюдателем, я так понял, в этом союзе. Если мы говорим чисто экономики, мы прекрасно должны понимать, что без правительства мы не можем получить эти экономические преимущества, будучи даже наблюдателем в этой организации. Поэтому я считаю, что этот политический ход, если он не получит поддержки парламента, правительства, он не даст тех результатов, на которые надеется сегодня наш президент. То есть дипломатический намек на то, что президент имеет конкретное направление, хотя, кстати говоря, президент избранный народом. Нынешнее парламентское большинство и в таком виде, что это сегодня, народ за такое большинство и за такую формулу интеграции этого большинства не голосовал, кстати говоря. Но это вторая часть вопроса. Но вы как бы сразу сказали, да, но ведь ни парламентское большинство, ни правительство не поддержат эту идею. А я еще раз говорю, здесь первым идет паровоз экономики. А вы хотите так же, как в евроинтеграции, вначале поставить политику, а потом, может быть, подтянется экономика. Если паровоз был вместе с вагонами, если паровоз отдельно идет от вагонов или вагон отдельно от паровозов, то ничего не получится. Но нельзя вагоны ставить перед паровозом. Никто не ставит вагоны перед паровозом. А политика в данном случае, это то, что должно идти вслед за экономикой. Вслед за экономикой. Потому что жизнь человека... Да, я председу. Каждый день человек сталкивается с тем, что ему надо не просто проснуться, а думать, что у него сегодня на столе, куда он должен пойти, имеет ли он достаточно денег, чтобы купить что-то, и может ли он пойти на работу, что-то произвести, чтобы это потом продать, чтобы у него потом появились тоже деньги. Вот жизненная политика, которая основана на экономике. Потому что бытие определяет. А политика это уже посредственно. Я только хотела бы, чтобы господин Постик тоже высказался, потому что вы уже так, вы серьезно так, разминочку такую провели. Господин Постик, а вас радует эта идея? Чисто как экономически, да, то есть как бы насчет радует, не радует. Значит, продолжая идеи аллегорий, которые здесь приводились, да. Про паровоз. Нет, я другое аллегорию приведу. Значит, это то же самое, что прыгать на одной ноге. Безразлично, правой или левой. То есть, а другой ногой не пользоваться. Я просто вот, то, что мы ушли от России и от Евразеса, будем говорить, ну, сейчас это Евразес, до того был таможенный союз и так далее, я просто приведу две цифры. У нас очень много, ну, давай, щеки говорят, что у нас вырос экспорт, да, а он, если взять 2013 год, как раз вот перед тем, как начались, как бы все эти перетрубации, я назову две абсолютно точные цифры. В 2013 году наш экспорт был 2 миллиарда 428 миллионов и три десятых, а в 2017 году было 2 миллиарда 425 и одна. То есть, на 3 миллиона даже меньше 2013 года. Так, чем мы добились, ребята? На что ушло 4 года? То есть, мы вот от того, чтобы мы отказались от одного, и любой бизнес имеет смысл только в том смысле, если есть кому продать то, что ты производишь. А у нас получилось, я не хочу, чтобы здесь телезрители поняли, что я против ЕС, да, просто там одни виды товаров, я потом об этом скажу, когда вы дадите время, значит, а туда совсем другая группа товаров. В этом разница. То есть, те товары, которые мы продаем на восточный рынок, их на западе покупать и не собираются, и не будут. Вот чем проблема. Поняла. Ну, вот вы затронули оба с юридической точки зрения взгляд на эту тему. Ведь смотрите, как у нас рассуждают. Господин Гелевский дает понять эту простую мысль, что у нас есть соглашение с ЕС, и вот любые, да, вот заключения, значит, любых договоров, да, сейчас вот подписан у нас меморандум, сейчас статус наблюдателя, необходимо согласовывать с этим документом. Вот пример идет еще дальше. Он, когда подписывали меморандум, прямо сказал, это есть прямое нарушение законодательства. Вот мне интересно, на самом ли деле нам необходимо потом ратифицировать в парламенте, чтобы правительство давало какое-то положительное заключение, либо вот этот статус, вот он утвержден, и мы будем считать, что это есть окончательный шаг. Ну, вступление, точнее, не вступление, а получение статуса наблюдателя, это, может быть, предвосхищая следующий вопрос, хочу сказать, что это не есть наложение на себя каких-то обязательств. Наоборот, здесь больше доступ к определенным возможностям, начиная от чисто информационных возможностей и кончая, в том числе, до экономических возможностей. Но следующим шагом может быть уже непосредственно реализация вот этого статуса, когда мы говорим о реализации экономических возможностей. Вот тогда, конечно, необходимо будет идти единым фронтом, я имею в виду, чтобы и правительство, а при определенных процессах может быть даже и парламент. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что ведь в конечном итоге то, что называется Еврозесом и, точнее, статус Молдовы в качестве наблюдателя, это прекрасная возможность для нас вновь вернуться к тому, что называется, работать с определенной перспективой. Для наших отечественных производителей, для нашей экономики, не быть просто, я не против того, что сейчас, допустим, у нас и в общей схеме экономики, и в экспорте, кстати говоря, значительная доля принадлежит реэкспорту. Это означает, что сырье ввозится для того, чтобы здесь его переработать за счет дешевой рабочей силы в режиме ввоза и затем вывести какое-то конкретное изделие, в частности, больше всего электропроводка и так далее. Ведь в конечном итоге и это надо использовать, естественно. Но говоря о том, что это супер достижение благодаря Евросоюзу, подобного рода формы работы были и до того, когда было подписано соглашение об ассоциации. Кстати говоря, особенно это было по швейному производству. На базе Ионела, на базе Бельского предприятия, в Чидерлунге появились вот эти предприятия, когда ввозило сырье, по лекалам конкретных брендов использовалась наша рабочая сила здесь на местах, относительно, конечно, дешевая. И потом вывозились готовые изделия. Но это для того, чтобы просто выжить на какой-то стадии. А вот возможность Евросоюзу позволяет, вот то, кстати говоря, о чем сказал уважаемый Александр Пойсик, что это позволяет нам действительно быть уверены в том, что тот сегмент товаров, который реально производится сегодня и который не востребован в Европе, может быть реализован здесь. А это означает, что есть денежные поступления, есть возможность где-то провести реконструкцию, где-то провести внедрение новых технологий и в конечном итоге выйти на уровень производства товаров, определенная позиция которых может быть востребована и в Европе. Поэтому одно другому в данном случае заключение этого получения статуса наблюдателя, оно ни в коей мере не является нарушением законодательства, как некоторые хотят представить. Да, кстати, господин Гелецкий, ведь не первый же день, месяц и год мы говорим, да, Евразес. Вы нашли какие-то несостыковки в законодательстве, которые позволяли бы правящей коалиции, правительству говорить о том, что нарушен закон? Вот если да, то конкретно в чем? Во-первых, задача так не стояла. Никто не поставил задачу, чтобы увидеть, вот есть какие-то противоречия, нет этих противоречий. Я скажу, что в самой процедуре... Не, ну просто премьер говорит, что нарушен закон, вот в чем? Закон нарушен в том, что в самой процедуре, как правило, любое международное соглашение, оно должно получить от комиссии по внешней политике консультативный авиз, как мы говорим. Потом должно быть и правительство заручиться вот этим авизом, и тогда либо президент, либо министр иностранных дел, он подписывает этот международный документ. В этом случае все эти процедуры, они не соблюдались. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что процедуры строго по букве закона не соблюдались. Конечно, президент воспользуется своим правом. Как говорил господин Цуркан, он считает, что он избран, скажем так, напрямую, у него есть эти права, он отвечает за внешнюю политику, и он взял на себя эту инициативу. Но опять возвращаясь к вопросу... Он реализовал свои полномочия? Ну, скажем, свои обещания. Использовал свои полномочия для того, чтобы реализовать свои обещания. Но я... Чтобы подписать этот меморандум. А меморандум, это есть, собственно говоря, протокол намерения. Я понял. Но я еще раз возвращаюсь к первоначальной мысли. Если даже этот меморандум, этот протокол или любой документ, который президент подписывает, если он не получает поддержки в парламенте, он не будет притворяться в жизни. Давайте вспомним другую ситуацию. Мы как бы так обменяемся местами. Когда в 2013 году парламентское большинство ратифицировало соглашение об ассоциации с Евросоюзом, тогда господин Дадон говорил, что в принципе этого недостаточно, нужно провести референдум. Теперь получается у нас очень интересная ситуация, да? Хотя все те партии, которые голосовали за ратификацию этого соглашения, у них в программе, в предвыборной программе, были постулаты, которые говорили об евроинтеграции, об ратификации этого соглашения. Теперь президент даже не спрашивает парламент, не спрашивает правительство, считает, что он единолично может этот вопрос решать. Так никогда не будет работать в нашей стране ничего. Мы должны идти опять путем соглашения, сотрудничества, убеждая друг друга, если мы на самом деле хотим, скажем так, блага для нашей страны. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что из этого останется чисто политический дивиденд у президента. Конечно, у них, как любой политик, он ищет и искал эти дивиденды, он их получил, от своих избирателей его оценит. Но чтобы они притворялись в жизнь, без того, чтобы это было ратифицировано парламентом, чтобы правительство потом оно внедряло в жизнь, это ничего не получится. Прежде чем, Владимир Ачфор, начнете отвечать, я уточню все-таки. Я задаю вопросы в надежде всегда получить на них ответы. Скажите, пожалуйста, то есть вы не видите противоречий в законодательной базе между этими двумя? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что так задача не стояла. То есть вы не видели ни самого текста, ни меморандума, ни ничего? Я с этой точки зрения не исследовал статус Евразийского союза. Я поняла. Значит, если мы будем сейчас уже смотреть на эту ситуацию, то мы, наверное, все-таки будем думать о политике, если нет конкретных юридических моментов. Господин Пойсик, вы, наверное, будете говорить об экономике больше. Конечно. Естественно, да. И аргументы сторонников сводятся к тому, что это будет гораздо более экономически выгодно, что для Молдовы появится действительно шанс, чтобы мы и в другом направлении развивались. Вы можете это доказать как-то экономически? Конечно. Я перед этим таких два момента считаю, что телезрители, наверное, обратили внимание, что впервые Филипп сказал, что надо развивать экономические отношения с Россией и Евразия. Он именно Россией подчеркнул. И второй момент. В достижении внешнего экономического продвижения товаров он назвал, что с Турцией у нас есть уже соглашение о зоне свободной торговли. Но я приведу это соотношение. Вот нас по прошлому году экспорт в Турцию состоял 104, а импорт 304. Кто выиграл на обнуление пошлины? Во сколько раз? И говорит, а теперь мы сейчас подпишем китайские соглашения. Там вообще говорит супер-пупер. То есть там большой рынок, и нас там все ждут, собят. Но при этом ему просто свинью подложили. Я просто объясню, почему. Потому что наш экспорт в прошлом году был туда 19 миллионов, а импорт 550. Это 26 раз. Кто выиграет на обнуление пошлины и товаров? Это тоже касается той стороны. Теперь мы вернемся к Евросоюзу. Вот смотрите. Вот вы сказали о давальской продукции. Там еще, значит... Сырия. А сырия из которого... Да, трикотаж, кожгалантерей, обувь. Это было старое. Но сейчас появились две новых позиции. Это кабель, который нам, условно говоря, присылает красный и зеленый. Мы его режем на куски, объединяем кондуктор и правильно назад. 300, более 300 миллионов, 300 с небольшим хвостиком. И плюс стулья, которые на винтах, еще 100 миллионов. А всего у нас 570 миллионов продукций из давальского сырья. И все это идет в Евросоюз. И считается, что это экспорт. Да, считается. А там добавленная стоимость мизер. Что вы просто поняли, да? Значит, теперь из той продукции остальной, которой... Это почти половина. Потому что если добавить... Потому что мы туда экспортируем кофе, нефтепродукты, чай, цитрусовые и так далее. То есть как бы много там позиций есть. То есть там чистый реэкспорт. У нас в общем, то есть без давальского, более 10% в общем экспорте. То есть там тоже у нас хватает. Но я хотел бы, чтобы обратили внимание. Вот торговые отношения с Евросоюзом, это наша вина. Это не вина Евросоюза. Я еще раз подчеркиваю. То есть мы должны понимать, что Евросоюз хочет сбросить от нас все вещи, которые трудоемкие, которые проблематично производствуют для себя и так далее. А свою нукоемкую продукцию и так далее поставить сюда. Но мы должны это как бы... А мы в это время подписываем соглашение, например, о том, что мы хотим на посадочный семенной материал принять стандарты ЕС, когда всегда было реонирование. Мы возвращаемся к временам Хрущева, когда он засадил кукурузой американской, и она вся померзла. То же самое, нам как бы грозит. То есть вот это бездумное. Но я просто хочу, чтобы понимали, что половина нашего экспорта, то есть я сказал, что почти половина, это чистый реэкспорт. Ну вот девальская продукция и реэкспорт там даже больше. И две трети – это примитивное сырье. Пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи, и там соя, рапсы и так далее. Вот это чистое сырье. То есть мы это не перерабатываем. При этом мы в Евросоюз не экспортируем ни одного килограмма мяса, молочной продукции и так далее. Все закупаем. Завозим оттуда племенной скот, завозим оттуда племенное яйцо, значит, заводим оттуда посадочный материал. То, что раньше мы производили, сами экспортировали. Вот в чем проблема. А в Евросоюз все наши машиностроительные предприятия, которые сегодня работают, они в основном поставляют продукцию только туда. Если говорят, гидропомпа, топазы и так далее. То есть Евросоюз вам говорит, ребята, мы вам все поставим, вы только соберите. Кто у вас умный, мы заберем на учебу к себе, останемся у нас, дадим хорошую зарплату. А у нас пошла деградация. Вот посмотрите, сколько человек у нас сейчас учится. Если взять старшие классы, то у нас всего 20% вот этой группы детей, которые ходят в школу. Да, но... Ну так нельзя. Дело в том, что смотрите, вы такую картину представляете, я понимаю, но Советского Союза нет. Вот все, что вы нам предлагаете, это возврат в Советский Союз. Советский Союз проиграл экономическую битву с Западом. Если бы мы оставались в Советском Союзе, у нас этих телефонов сегодня даже и бы не было. Мы бы ходили с этими шнурами за собой. Понимаете, о чем мы говорим сегодня? Запад давным-давно, экономически, технологически, как хотите, он уже побил тот советский... Блановую экономику. Нет ее. Она умерла. То, что сегодня нужно, и премьер об этом сказал. И мы за это ратуем, всегда открыты за это, за двухсторонние отношения. С Россией, с Турцией, с Кыргызстаном, с Арменией, с Белоруссией, с кем угодно. Двухсторонние отношения. Вот эти нам нужны. И никто против этого не... Как бы ничего общего... Но при этом, председатель комиссии по переговорам между Молдовой и Россией, и Приднестровьем, мы объявляем персонами Монграда. Значит, это для того, чтобы укрепить эти отношения. Ведь мы сегодня попали... Персонами Монграда мы объявили политика, которая делает очень такие, скажем так, заявления против нашей страны. Значит... Мне даже не надо, какое слово подобрать, чтобы охранить, какие политические заявления. этого политика. Дипломат. Он никогда не говорит нет, а говорит может быть. Вот. То есть он должен находить те формы... Тут политик-дипломат? Да. Ой, осталось. На самом деле я... Он никогда, никогда не выставляет с тем, чтобы нанести... Не сжигает мосты, скажем. Не сжигает мосты, да. То есть он строится... Всегда не сжигал и не сжигает. Нет, вы извините, значит, председателя комиссии, сопредседателя комиссии по переговорам между Молдовой, Россией и так далее... Межправительственная комиссия и представитель президента по Приднестровскому регулирую. Я уже точно назову все регалии господина Рогозина. Но не только это. Не только это. Я просто подчеркиваю. Мы должны понимать. Я это неоднократно говорил о том, что если мы собираемся производить только полевые культуры, которые мы экспортируем в Евросоюз, да, в сельском хозяйстве, то мы должны понимать, что, например, по американским стандартам, это неоднократно цифру называл я, значит, считается рациональным производить эти культуры при слове, что у вас 2000 гектарная семья, муж, женой. 2000 гектар. У нас 2,5 гектара по квоте. Значит, мы должны искать, значит, 925 тысяч у нас владельцев земли. Значит, мы должны из каждой тысячи семей 999 отправить неизвестно куда, да, и произвести пшеницу. А какой продукт добавленный мы получим на пшеницу, кукурузу, подсолнечную, сою, овеку? Ну, мы сейчас переходим к проблеме сельского хозяйства. Не надо сельского хозяйства. Я прошу прощения. Это другая тема. Я прошу прощения. Сейчас я одно слово скажу. Одно слово. Для того, чтобы произвести другую продукцию, надо иметь рынок. Мы не будут у нас покупать. Да, всегда нужно иметь рынки сбыта. Я сейчас просто новость скажу. Мне только что принесли в студию. Вот только что закончилась встреча Игоря Дадона с Владимиром Путиным. Вот диалог состоялся по завершении расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Они обсудили аспекты, связанные с получением Молдовы статуса государственного наблюдателя в Евразес. То есть пока у нас нет конкретно никаких заявлений ни Игоря Дадона, ни Владимира Путина. Но я думаю, что если в течение эфира они последуют, то мы непременно расскажем телезрителям. Вы знаете, вопрос, который сейчас обсуждается, мне кажется, можно свести к простому. У нас есть львиная доля политиков, которые воспринимают этот вопрос все равно политически. Вы сколько бы вы, господин Пойсик, сейчас не приводили экономических аргументов, вы говорите, что это полезно, это хорошо, вот потому. А вот сам момент политического, значит, такого нашего участия уже в, значит, в восточном партнерстве нашего проголосованного ратифицированного соглашения говорит о многом. Согласитесь. Хорошо это или плохо, это вопрос, я не знаю, отдельный. Но тем не менее, вот смотрите, Владимир Иванович, есть один момент, который при обсуждении статуса любого государственного наблюдателя, который заставляет нас задуматься. Не зря господин Гелецкий видит здесь, в этом моменте, и отрицательная сторона. Сейчас я вам расскажу, что я имею в виду. Вот смотрите, в протоколе записано. Государство, получающее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и государств-членов. И тут политологи спрашивают, если учитывать, какие заявления были сделаны не господин Гелецким, а представителями правящей коалиции, то можем ли мы сказать, что мы не будем наносить ущерб в такой моральной, политической и имиджевой Российской Федерации. Выйдет завтра кто-то из наших власть придержащих, и опять что-нибудь такое скажет. Или вот на трибуне какой-нибудь, да, особенно в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, дело даже не в трибуне. Я вот сейчас вспоминаю недавний визит президента Беларуси, Лукашенко. Он приехал с искренним визитом, с открытой душой, с распростертыми объятиями, даже подарок привез для наших коммунальщиков, сельхозпроизводителей, технику и так далее, и так далее. Сказал четко, что мы должны, будем в обязательном порядке и дальше развивать нашу производственную кооперацию в области сельского хозяйства особенно. Привез трактора в подарок. Ну это я все сказал уже, да. Но при этом у него возник один вопрос, и он господину Филиппу его задал. Говорит, Филипп, а вы что, действительно считаете, что мы являемся той страной, которая собирается манипулировать мнением вашего населения или привносить какую-то дезинформацию? Потому что, в соответствии с тем законам, которые приняло парламентское большинство, Белоруссия попала в том числе в список тех стран, которых исключили из вещания. И сегодня белорусский канал исключен из сетки вещания насчет телевидения на Молдову. И его это, мягко говоря, удивило. Конечно, ответа никакого не последовало, во всяком случае, вразумительно, потому что и не могло быть. Потому что здесь, конечно, была... Почему? Есть ответ. ТК, которая, кстати говоря, критикуется и тем же Евросоюзом, и Советами Европы, и экспертами международными, которые четко говорят, нельзя делить информацию по стране происхождения на информацию и дезинформацию, а надо по содержанию определять. Может, из того же Европейского государства X или от тех же Соединенных Штатов целенаправленная быть дезинформация или манипулятивного характера информация, воздействующая на население. У меня, допустим, сейчас есть четкая информация, причем это не дезинформация, а конкретная. Один из послов, аккредитованных в Молдове, стран Евросоюза, позволяет себе, допустим, выезжать в район, собирать молодежь, население и пропагандировать преимущества НАТО. И распространяет при этом соответствующие на высоком уровне типографском изготовленные буклеты. Что это? Господин Гелевский, что это? Я о таких действиях не слышал. А если бы это была правда, вы бы это осудили? Это правда. Не, ну вот, господин Гелевский говорит, не знаю, если представь, что это правда. Я не знаю, если это правда. Это раз. Во-вторых, такое, по, скажем так, международным правилам, конечно, оно неприемлемо. И с другой стороны, когда приглашает какого-то посла, может быть, какой-то университет, какое-то учебное заведение, чтобы этот посол осветил какую-то тему, то не нужно ему инкриминировать, что он это пропагандирует. Потому что посла могут пригласить как раз, чтобы он говорил, ну, любой университет, любое учебное заведение. Это очень аморфно. Нет, нет, я не говорю аморфно, я говорю конкретно. Я думаю, не студенты приглашают. Нет, я не знаю. Я этот случай, о котором вы говорите. И согласовую повестку. Мне он неизвестен. Для этого есть Министерство иностранных дел. Вы, как депутат, можете заявить или, как сказать, отправить запрос в Министерство иностранных дел. Естественно, завтра мне предоставят все буклеты, я сделаю соответствующий запрос. Будет информация, делайте запрос в Министерство иностранных дел и так далее. Конечно. Ну, возвращаясь к тому, что вы сказали, что господин Лукашенко спросил премьер-министра. Послушайте, нет ни одного канала, который исключен из сетки на основании этого закона антипропаганды. Есть передачи, это разные вещи. Не надо путать передачи с программами или с каналами. Нет сегодня белорусского телевидения, канала белорусского телевидения. Сетки нет. Господин Сургат, вы были в парламенте, когда закон был проголосован. И были категорически против. Я помню, но закон касается передач. Мы об этом и говорили, что подобный закон приведет к международному скандалу. Это не международный скандал. На последней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы господин Борис Целевич из Латвии, он представил доклад о гибридной войне. Вот есть резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы, в котором говорится об этой гибридной войне, о попытках стран дезинформировать, влиять на политику других стран и так далее. Поэтому этот феномен сегодня, он известен. Страны по-разному подходят к решению данной проблемы. Но проблема существует. Но не надо опять вводить людей в заблуждение, что какие-то каналы исключены из сети. Но это факт. Нет. Ну вот у меня в сетке, давайте так, не будем людей вводить. У меня в сетке, я пользуюсь Сан-ТВ. Сан-ТВ исключено и написано временно исключено. Послушайте, есть решение у нас, чья-чья, по поводу данного канала? Потому что любой канал может прекратить свое решение. Есть закон, который вы проголосовали. Закон не касается каналов. Закон касается пропаганды. Канал боится, что его штрафанут за это дело. Нет, не канал, а кабельный оператор. Кабельный оператор боится, и он исключил. И потом, представьте, когда вам разрешают, вы говорите, канал не исключили, но при этом говорят, все, что ты можешь говорить, только показывай в фильме 1937 года, образно говоря, и как танцуют, и все. А остальное не смей. Нет, сейчас показывают только американские фильмы с КПР. Я вчера обратил внимание на тот факт. Кстати, вот этот закон антипропаганды, он тоже родился на основании декларации вашего Рогозина, который вы защищаете здесь, в этой передаче, и так далее. Вот очень рад, что господин Путин, он его не включил в состав нового правительства, потому что сам увидел, что большой пользы не было от него. Ой, господин Гелецкий, как рассказывают толпы, люди из команды господина Путина, они потом занимают тоже должности. Да, еще посмотрим, где он будет. Он и до этого был, кстати, вновленный. Я как бы сейчас так... Не важно, где будет господин Рогозин. Важно, что, к сожалению, подобного рода законы, они действительно наносят вред не только межгосударственным отношениям, потому что по этому закону государства, перечисленных тем, кто является дезинформаторами, кто является врагами информационными, а не передачи, не конкретное содержание передачи. В этом проблема. И, кстати, на это обратил внимание и Евросоюз. И поэтому в тех рекомендациях февральских, когда они провели мониторинг и совет министров иностранных дел Евросоюза, ведь в одном из пунктов четко указал, что подобного рода закон запретительного характера является недемократичным. — Послушайте, еще раз говорю, в этом законе не перечислена или не названа ни одна страна. — Закон говорит о странах, которые не ратифицировали конверсию. — Да, вот Белоруссия не ратифицировала, поэтому мы не можем смотреть в Белоруссию. Вот тут два, как говорится, варианта. Господин Гелецкий, все-таки, вот отношение правящей коалиции к Евразес... — Ямайка не ратифицировала. — Да, и Ямайку тоже не будем смотреть тогда. — Господин Гелецкий, вот правящие... — Нет, их можно, потому что только евросоюзовские, европейские государства, которые не ратифицировали. А все остальные, пожалуйста, Канада, Мексика, пожалуйста, смотрите передачи. — Ну, Аль-Джазирус можем смотреть по этому закону. — Может быть, вернемся опять к Крабыне и Заву, как в советское время, господин Гелецкий. — Я хочу... — Вот поэтому вы толкаете нас. — Господин Гелецкий, у него неприятные воспоминания. — Я знаю, господин Гелецкий, все-таки, если говорить откровенно, отношение правящей коалиции к Еврозес, к нашему участию в этих структурах, это строго политика? Это просто неприятие всего того, что связано не с евроинтеграцией? — Я просила у вас четко ответить. — Это и политика, но не только. — А что еще? — Нет, ну, есть и другие. — С точки зрения экономики, вот вы не смогли привести аргументы, да? — Нет, нет, я в начале передачи говорил, что нельзя отделить экономику от политики полностью. Конечно, это разные составляющие, но их полностью разделить нельзя. Любое решение, которое приводит к каким-то экономическим либо преимуществам, либо, может быть, потерям, оно принимается на основании политических решений. Поэтому в этом случае все нужно взвесить. — Ну хорошо, вот вы... — В одной из ваших передач мы говорили о выходе из СНГ. Помните, как я говорил тогда, я сказал, что, в принципе, для меня приемлем выходить из СНГ, но я не радуюсь за тот подход, с которым пришла либеральная партия, чтобы рубить с плеча. Если даже ты выходишь, что взамен будет? Потому что за эти годы были построены какие-то отношения. — А я задала вам тогда вопрос, а зачем нам выходить из СНГ? И в ответы что-то не припомню, что так сильно мешало нашему участию в СНГ. — Мне кажется, опять, вот эти двухсторонние отношения Молдова со странами, которые раньше входили в Советский Союз, мне кажется, самыми приемлемыми и выгодными для нашей страны. — Ну хорошо, бокс СНГ. Скажите, пожалуйста, вы... — СНГ и Евразийские, они тоже как бы так близки. — Но все-таки это разные организации. — Разные, согласен. — Абсолютно разные организации. — Ну не абсолютно, но раз. — Но все-таки это политика в отношении... — Я еще раз сказал. — И политика. — И что еще тогда? — И в том числе экономика. — Или политика главная. — И в том числе экономика. — А с чем таким экономическим может повредить? — А я вам сказал, потому что если мы стремимся к процветанию, мы стремимся к экономическому росту, на сегодняшний день очень ясная картина. — Где самое лучшее процветание, где лучший экономический рост, где лучшее развитие и так далее. — Где самые передовые современные технологии и тому подобное. — К чему я должен стремиться? — К какому обществу? — К рынкам. — К рынкам сбыта. — И не только к рынкам. — Не только к рынкам. — Людмила, я не согласен, господин Бозик. — Рынки очень важны, но вы сами сказали, что «а что мы производим?» Это тоже очень важно, если ты привлекаешь какие-то инвестиции, и эти инвестиции потом производят какой-то продукт, который имеет большую надбавочную стоимость, то все это вместе взяты, это тоже играет большую роль. — Одну экономическую циферку вставлю, но она не с политическим подоплекой. А вот скажите, вы знаете, что Молдова производила всегда прекрасного качества и в больших объемах, и экспортировала в больших объемах подсолнечное масло, которое, кстати говоря, производило в результате переработки подсолнечника, который выращивался у нас здесь. — А сейчас вниз. — Сейчас импорт подсолнечного масла в Молдову возрос в 9 раз. Импорт подсолнечного масла возрос в 9 раз. Почему? Очень просто. Потому что предприятия, которые раньше занимались переработкой, уничтожены. Потому что сегодня выгодно тем же европейцам. Покупали у нас просто-напросто сырье. Мы превращаемся в сырьевой придаток. В этом проблема. Сырьевой придаток. — Проблема не в этом. Проблема в том, что мы не способны привлечь инвестиции, чтобы были современные технологии. — А почему раньше это привлекалось? — А не раньше не привлекалось. Просто мы были закрыты. — Не-не-не-не-не. — Господин Делевский. — Господин Циркан. — Что вы говорите? — Конкретные цифры. — Мы жили за железным занавесом. И тогда, конечно, все действовало. Понимаете? Когда границы открылись, то все закончилось. — Вы ездите по Могоге. — И вы видите огромное количество разрушенных ферм. — Вы что, предлагаете, чтобы восстановить колхозы? — Постойте. — Нет, постойте. — Я ответьте на вопрос. Вы видите. Видите, конечно. Вы видите огромное количество разрушенных предприятий. — Нет, я вижу, что очень много восстанавливается, господин Циркан. Очень много восстанавливается. — Многое. — Назовите один объект, который восстанавливался. — Очень многое. — Нет, очень многое восстанавливается сегодня. Предприятия, которые обрабатываются с продукцией и так далее. — Хоть одно предприятие новое создано есть? — Есть, конечно. — Какое? — Село Чучуля, Гладянский район. Могу привезти другие. — А при этом три закрылась. Я просто назову цифры. — Ну, фабрика, которая перебатывает орехи. — Вы сейчас сразу цифры не вместите. — А как же? — Есть много таких других примеров. — Это сидят люди с молоточком и бьют орешки. Вот что это такое. — Вот смотрите. — Господин Пойсик, несколько цифр. — Да, пожалуйста. — По инвестициям, как бы сказали. — Так. — 711 миллионов в 2008 год. В среднем где-то 190. По прошлому году там где-то 200, чуть-чуть с небольшим. В 3,5 раза. Был такой показатель прямые... Были такие инвестиции в долгосрочные материальные активы. — Реальную экономику вы имеете в виду? Так называется вот конкретный показатель. Поскольку упало на 40% в 2016 году, чтобы концы вводу назвали теперь в долгосрочные активы. То есть и материальные, и нематериальные. То есть это ноу-хау и так далее. И теперь цифры несопоставимы. Но падение я назвал. Теперь смотрите. Вот когда оценят деятельность власти, когда оценят деятельность власти, как она работает, оценят народ по не макроэкономическим показателям, а оценят по количеству рабочих мест. Создали рабочие места. Власть работает хорошо. Сократились, работает плохо. Я называю цифры. В 2008 год промышленность — 163,4 тысячи рабочих мест. В 2017 — 144,6. Строительство — 82,8, 56,6. Да, где-то что-то открыли, а три вместо них закрыли. В то же время в неформальном секторе, в теневой экономике было 136,2, стало 179,6. Рост — 31,9. В домохозяйство — 113,8, 183,3. 61%. То есть на две трети выросло. Это да. Цифры, конечно, впечатляют. И общее количество рабочих мест сокращается. Потом представьте себе, сегодня в сельском хозяйстве, там больше 300 тысяч занято, 47% производят продукцию исключительно для личного потребления, не на продаже. Уже несколько раз это называл. Откройте статистику официально. 47% — это каждый второй. То есть он даже примитивный товарно-денежное отношение отсутствует. Как он одевается? Ну, о чем мы говорим? Ну, не надо пугать этими цифрами. Как не надо? Это реальность. Потому что не считаем бедность. А вы знаете, что меня пугает? Вот мне кажется, я знаю, что есть много показателей, но есть один, который, на мой взгляд, он очень... И вас тоже, я знаю, все равно он заботит. И вы понимаете, что по этому показателю ужасающее положение. Это то, сколько населения у нас выезжает. Это то, какая у нас большая эмиграция населения. И мне кажется, что в той стране, откуда так интенсивно уезжают люди, не может быть все все-таки замечательно. Такое у меня восприятие. Они говорят, что у нас все замечательно. Никто это не утверждает. Но не нужно сейчас, как бы так, дать такую иллюзию, что если мы вступим в этот Евразийский союз, у нас завтра все будут тут Элдорадо. Мы подключаем правую ногу. Мы стыкали на левую. Господин Дадун, который является сегодня президентом нашей страны, он был министром экономики. И тогда, когда он был министром экономики, было и парламентское большинство, и не было вообще никаких политических проблем, чтобы там провести в жизни любое решение. Вот кто мешал тогда, чтобы вот эти идеи обращали в жизни. Были проведены переговоры, и было подписано соглашение с Евросоюзом об асимметричном варианте торговли, который позволял как раз, с одной стороны, то, что там могло быть реализовано, реализовывать беспошлино, обратный ввоз с пошлиными. И этим самым мы защитили своего собственного производителя. Сегодня этого нет. То есть, то, что тогда создали, то, что было выгодно для Молдовы, то, что позволило Молдове действительно пойти по пути развития экономических отношений, в том числе и со странами Евросоюза, сегодня эта основа, она разрушена. Перешли на режим свободный. Сегодня нет асимметричной торговли. Другой механизм. Давайте так. Есть преимущества у этого механизма по сравнению с предыдущим. Есть и определенные недостатки. Но не бывает так, чтобы какой-то инструмент он исключал все недостатки. Надо смотреть на преимущества. Так как, видите, как вы держите стакан, я держу. Вы же знаете. Мы можем видеть полную часть или пустую часть этого стакана. А если нам совместить? А если нам уже нечего пить из этого стакана, это как будет? Все равно будет считаться, что что-то есть. Здесь в студии очень добрые люди. Тогда мы нальем Владимира Меншева. Да нет, секундочку. Я хочу просто понять, что... Я предоставлю вам еще возможность. Ведь никто не говорит о том, что мы должны тем самым исключить то, что уже проголосовано, соглашение ратифицировано, то, что уже работает. Если мы к этому всему добавляем еще статус наблюдателя, добавляем экономические отношения с организацией Еврозес, разве это плохо? Почему вы не говорите об Армении, которая является членом Еврозес, и которая, господин Гелецкий, вы, наверное, тоже это знаете, в апреле ее парламент ратифицировал соглашение с Европейским Союзом. Почему бы нам не повести себя в этой ситуации умно? Я настаиваю на этом слове. Почему? А мы стреляем себе в ногу. Да, я даже знаю, в какую, в своем поясе. На которой прыгали. Примеров Мене не самые, да? Они переживают очень такой глубокий политический кризис. Они так чуть-чуть, вроде бы так, вышли из этого кризиса, но пока еще непонятно, что... Да что бы, по сравнению с Молдовой он у них очень краткосрочный был, вы знаете. Нет, нет, давайте... Менский кризис имеет совершенно другую природу. Не надо опережать события. С одной стороны, якобы так рад, потому что любой визит, скажем, главы или премьер-министра в нашу страну, это хорошо для страны. Господин, да, он пригласил господина Пашаняна сюда прийти. Но давайте не забудем, что господин Пашаняна в парламенте, там где-то не более 10 депутатов. У него парламентского большинства нет. Это выходить из кризиса. Чем это закончится? Сможет он управлять страной, имея только 7 или 8 депутатов в парламенте? Это еще неизвестно. Поэтому мы опять не будем опережать события. К тому, что вы задали этот вопрос, я не исключаю. Я никогда не являюсь категорическим. Я не исключаю тот факт, что вот эти отношения с этим союзом, они могут быть в нашу пользу. Но сам президент, с моей точки зрения, тоже политически подошел. Он мог бы прийти в парламент, мог бы прийти даже на заседание правительства, мог бы и даже неформальную какую-то встречу, поговорить, обсудить, какие преимущества, создавать какие-то рабочие группы из оппозиции, из большинства, чтобы изучить этот вопрос. А господин президент решили тоже политическим путем. Ну что же, он политик, я его за это не осуждаю, это его право. Но нельзя сейчас сказать о том, что вот кто-то категорически против. Никто и не предлагал, чтобы этот вопрос был обсуждаться как бы так, с конструктивной точки зрения. Когда был подписан меморандум, господин Филипп сказал, это просто бумага. Вот это цитата дословно. Вот претензия такая. Почему не обратились к правящей коалиции? Вообще говорили с ними на эти темы, как Владимир Владимирович? Или это все как-то внезапно получилось? Не, ну внезапно ничего никогда не получается. Ведь перед тем, как все это происходило, естественно, все это дело обсуждалось. Значит, но однозначно, когда тебе говорят, что нет, у нас есть соглашение Евросоциации, значит, и нам ничего другого больше не нужно. Но президент увидел, что это соглашение не просто хромает, а тормозит экономику, особенно негативно влияет на нашего производителя, особенно на аграрного производителя. Первый шаг, который он сделал, это пусть избранник, это открытие, частичное, но открытие рынка сбыта для того, что производится в Молдове. И, кстати говоря, господин Филипп сейчас, когда был в парламенте докладывал, он вынужден был с этим согласиться, что серьезную долю повышения экспорта составляет в том числе реализацию на рынке России прежде всего. И это только в условиях, когда только частичное открытие этого рынка. Понимаете? Значит, дальше следующий шаг, он же говорил, кстати говоря, неоднократно говорил, для статуса наблюдателя дает возможность в том числе вести переговоры с Российской Федерацией, а прежде всего с Газпромом, о том, чтобы и цену на газ, и цена на газ для стран-членов Евразии, а в том числе, в данном случае, и для наблюдателей, гораздо ниже. А это очень серьезная подспорья для всех, потому что в основе всего производства, конкурентоспособности товаров, цен, тарифов и так далее, лежит энергоноситель. Я уже не говорю о том, что это открывало бы и откроет, после получения статуса, очень широкие и большие возможности для наших мигрантов. Сегодня наши мигранты, по сравнению с мигрантами из в России, где больше всего наших находятся, по сравнению с выходцами из стран, которые являются членами Евразеса, значит, Евразиатского экономического союза, и находятся на территории России, у них совершенно другой статус правовой. И после того, когда мы получаем сейчас статус наблюдателя, это есть основание для того, чтобы мы поставили вопрос о расширении статуса для наших граждан, чтобы не было этих проблем, которые с трудом, но добился, правда, наш президент, чтобы десятки тысяч людей все-таки с них были сняты, запреты. А этот особый статус, уравненный с другими, с армянами, с белорусами, с киргизами, с казахами, совершенно другой, позволяющий им работать работать в совсем другом режиме и без опаски того, что они где-то нарушат какие-то сроки пребывания и так далее. Это очень серьезное подспорье для наших граждан. Вы уже противоречите Людмиле с этим аргументом. Людмила говорит, что это одна из самых больших проблем, что уходит, а вы хотите создавать им условия, чтобы они еще больше ушли. Мы не создаем проблемы людей, мы решаем их проблемы. Нет, нет проблемы. Вы создаете лучшие условия, чтобы еще больше людей ушло из страны. Больше всего в этой ситуации мне нравится. Мы создаем возможность людям там заработать деньги, если вы не даете возможность им здесь в республике. Владимир Иванович противоречит на самом деле господину Лянко, который сказал, ну вот те, которые там работают в России, вы, пожалуйста, в Румынии езжайте. Поэтому это, по-моему, самое интересное противоречие. Я увидела... Нет, но я на то, что... Не секундочку, у нас мало времени, но я не могу не задать этот вопрос, потому что он очень важный. Вот смотрите, что у нас говорит правящая коалиция? Евроинтеграция. Запишем в Конституцию. И вот пройдет какое-то время, и у нас будет принята эта поправка. У нас много чего может быть. Скажите, пожалуйста, а вот этот наш статус наблюдателя, все меморандумы с Еврозес, будущее членство, как видит себе это президент и видит партия социалистов? Это как? Это будет иметь смысл? Или евроинтеграция? И скажут, все, у нас теперь не может быть никаких направлений, в Конституции записано, и до свидания. Руководящая роль, направляющая, КПСС, закрепленная в Конституции, и все. Это примерно то же самое. Получается, от вас научились? Ну, вы тоже это учили. По-моему, здесь ученики настолько превзошли свои... Я не знаю, где вы учили, что вы учили. Я учил, но не разделял. Я знаю, где вы учили, что вы учили. Я знаю. У вас была такая служба, что у вас много информации было. Вот в чем, с моей точки зрения, проблема здесь. И опять мы возвращаемся к политической составляющей. Если трактовать вхождение или присутствие в Евразийском Союзе как чисто экономическое, то никаких противоречий с этой поправкой в Конституции не будет. Потому что эта поправка она не противоречит никаким экономическим взаимовыгодным соглашениям для нашей страны. Но если эта поправка или, скажем так, или присутствие наше там оно имеет и политическую составляющую, что я вижу, потому что, что бы вы ни говорили, господин Цуркан, все равно усиление нашей связи с бывшими странами бывшего Советского Союза это все-таки попытка удержать нас в советское прошлое. Вот где я вижу политическую составляющую. Понимаете? И вот это совершенно искренне. Вы, наверное, засыпаете и просыпаетесь с этой страшной мыслью. Я просто хочу другого будущего для моих детей, внуков и правдноков. Понимаете? Я вот слушала недавно господина Путина на утверждение премьером Дмитрия Медведева. Ему задали вопрос и он сказал такую фразу. Вам будет интересно, господин Гелецкий. Он сказал так. Вы знаете, время Советского Союза прошло. И мы должны считаться с тем, что Украина, Молдова, Грузия, они выбрали свой путь. Они должны нести за него ответственность. Да! Понимаете? Под этим полностью подписывались. Я очень даже приветствую такие заявления. И как-то мне с трудом видеться, чтобы вот сидели, да и как вот вы сейчас опасаетесь, вот строили планы. И тут же господин Путин сказал, что крак Советского Союза это самая большая трагедия прошлого века. Еще он сказал, что кто не сожалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца, а кто думает, что его можно восстановить, у того нет головы. Мы же не считаем, что у нас нет головы. Господин Пойсик, вам обещано одна минуточка. Знаете, вот смотрите, просто когда мы открыли, обнулили почвину, я просто назову несколько цифр, то есть мы убиваем тем самым своего производителя. Вот овощи и фрукты в 15-м году 8,8 миллиона, 17,5 импорт в два раза. И мы это чувствуем по прилавкам. Свинина за один год 7,1,14,6 в два раза. Молочная продукция в 15-м, 11,2, 22,9,17 в два раза. То есть мы просто убиваем своего производителя. Вот я о чем хочу сказать. Это и кризис надо учитывать, что не только... Так это путь в никуда. Нет, нет, это не путь в никуда. Это просто тот кризис, который мы пережили. Сейчас цифра не восстанавливается, не улучшается. Они ухудшаются. Нет, не ухудшается. Я называю вам рост импорта этот. А единственное, куда... И при этом мы ни одного килограмма не экспортируем Евросоюз за этой продукцией, продукции животноводства. Мы экспортируем только на восточный рынок продукции животноводства. Я тоже могу назвать цифру на... Вы же тоже радуете за восточный рынок, поэтому это не проблема. Я радую за производителя, потому что производство бессмысленно, если некому продать. Да, это тоже правда. А я радую за то, чтобы у нас открывалось как можно больше рынков сбыта. Чтобы не только все дело ограничивалось странами бывшего Советского Союза. Мы знаем, что мы пытаемся только так вот где-то закидываем удочки в странах азиатского региона, но пока все это у нас еще, мягко говоря, в зачаточном состоянии. Поэтому любое, любое какое-то экономическое сближение со странами, которые могут принести пользу Молдове, мне кажется, нужно приветствовать. Невзирая на какие-то моменты и не искать всегда политический ипотекст. Наверное, так будет правильно. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Мне кажется, мы могли продолжать еще час. И господин Пойсик рассказал бы нам еще. Назвал бы да. И другие продукции, товары, которые, к сожалению, мы импортируем, Мы уже, наверное, законспектировали эти цифры, потому что мне это, на самом деле, кажется, вы смотрели программу «Полюс», где мы с вами, как всегда, на одной стороне. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова